Аня и Ксюша приехали в Барвихинскую детскую школу искусств, чтобы принять участие в фестивале-конкурсе «Одаренные дети Подмосковья». Девочки занимаются в Одинцовской дыше и классика с раннего возраста, так как решили связать свою жизнь с музыкой. У меня бабушка преподаватель по музыке и мама тоже играла, и поэтому меня тоже решили отдать. У меня мама с папой работают с мамой-хармейстером, папа тоже фортепиано преподает. И я с подготовительного класса занимаюсь, получается, я с подготовительного по 3-4 года. В конкурсный день свою игру на фортепиано продемонстрировали младшие, средние и старшие группы. Для таких выступлений в школе искусств есть все необходимое. Номинация «Ансамбль. Фортепианные дуэты» имеет определенную специфику. Слаженность исполнения – то, на что в первую очередь обращают внимание члены жюри. Ансамблисты все-таки должны не только себя слушать, но и партнера. А в ансамбле как минимум один партнер, поэтому они должны быть очень чуткими исполнителями. На этой же площадке в Барвихинской детской школе искусств 21 марта состоятся выступления юных певцов. В рамках фестиваля конкурса «Одаренные дети Подмосковья» на сцену выйдут участники в номинации «Вокальные дуэты». Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова